Вот уже 10 минут, 10 минут, как мне 60, 8 минут. Я родился ровно в час дня. И как 59, ничего не отличается. 60 лет, полет нормальный. Игорь Кринелюк 16 ноября отметил круглую дату со дня своего рождения. Днем известный композитор, певец и аранжировщик принимал многочисленные поздравления. В нашей съемочной группе удалось побывать у маэстро вместе с казачьей общиной Сестра Элицкая. Я духовник казачьей общины Невской Осетии, казакие общины. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Вы достигли зрелого возраста. У вас богатый жизненный опыт, неистекаемая жизненная энергия, таланты, которые вас щедро дарил Господь. И мы в числе многочисленных поклонников благодарим вас за ваши труды, за ваши подвижнические труды. Игорь Евгеньевич постоянно проживает в Сестра Элицкой с 2002 года и с тех пор влюбился в него. В 2015 году музыканту было присвоено звание «Почетный житель города Сестра Элицка». Но первую награду в нашем городе Игорю Кринелюку вручили гораздо раньше. В 2004 он стал первым номинантом премии «Золотой дирижер», учрежденной фондом «Берега». Статуэтку тогда вручал лично Игорь Каневиченко. За 18 лет этой премии было удостоено много известных людей в Петербурге и не только. «49 наград вручены за это время. Я вам отчитываюсь как лауреату. И в этот день мы хотели бы вам вручить вот такой фолиант. Поскольку наша община канула памяти, государя императора Николая II, такой ценный фолиант – 4-летие дома Романовых. На этом подарки не закончились. Игорь Евгеньевич был искренне удивлен следующему презенту. Ранее ему еще не доводилось пользоваться таким элементом культуры казачьей экипировки. «Наши казаки всегда вручают самое дорогое. То, что они вручают – это казачья бурка. Они хотели бы одеть на вас казачью бурку. Вот это круто! Слушайте. Вы снимаете это, да? Да. Слушайте, вот это здорово! Игорь Евгеньевичу многое лето, Игорь Евгеньевичу многое лето, многое лето! Здравий! Спасибо, спасибо, батюшки, спасибо. Спасибо. Продолжайте и дальше радовать всех ваших зрителей, поклонников, в числе которых и мы. Спасибо большое. Мне безумно приятно, правда, я как-то так, знаете, есть люди, которых вот такие теплые слова, да, они всегда окрыляют, вот я к ним отношусь. Потому что, как только я это слышу, мне сразу хочется что-то делать, бежать в студию, что-то начинать делать, потому что есть другие люди, которых, чтобы они что-то делали, их надо обязательно поругать. А у меня это вот как раз наоборот, поэтому спасибо вам большое. Я, слушайте, я первый раз в жизни вот одел бурку. Слушайте, она же теплая. Тепло? Тепло, да. Тепло, да? Первый раз в жизни. Я все время думал, как вот это ощущение. Вот здорово. Слушай, а я в ней ходить буду. Да. Зимой я буду в ней ходить. Пусть все удивляются. Маэстро, чьи песни и музыка уже, несомненно, стали неотъемлемой частью эстрадной и кинематографической истории России, в ответ для гостей и наших зрителей исполнил музыкальный фрагмент песни, которую он написал для телевизионного фильма. Эту мелодию знает почти каждый петербуржец. Маэстро, чьи песни и музыкальный фрагмент песни и музыкальный фрагмент песни. Маэстро, чьи песни и музыкальный фрагмент песни и музыкальный фрагмент песни. Маэстро, чьи песни и музыкальный фрагмент песни и музыкальный фрагмент песни и музыкальный фрагмент песни. Спасибо в своем сердце. Спасибо вам. Дорогого стоит. Благодарим. Спасибо. С юбилеем.